Первый раз в 2012 году пролечился, отшился на два года, лечение прошло успешно и начало жить на мере жизни. Все хорошо, жизнь начала налаживаться, отношения с близкими налаживаться, работа, то есть все сферы жизни начали налаживаться и начали становиться такими, как нормального, правильно живущего человека. Да, за эти два года изменилось все. Изменился круг общения, изменились интересы, то есть поменялось все. Изначально в любом случае, когда человек, который был в зависимости, возвращается, в любом случае за ним тянется какой-то определенный перечень дел, которые он сделал в зависимости, которые его не отпускают. Это могут быть какие-то долги, какие-то там обязательства, какие-то дела, которые могут его тянуть на самом деле. Но выходя отсюда, было получено как бы все для того, чтобы не ошибиться. То есть было твердое желание жить правильно, и ни одно из этих дел не могло повлиять на такие долги, чтобы резинить свои отношения. Потому что было уже понимание того, что когда ты, был опыт уже такой, когда я обращался за лечением, за помощью чуть-чуть в другие медицинские учреждения, и при возвращении все эти долгие дела, все это затягивало назад. То есть ты их не решил. Ты в любом случае опять попадал в зависимости, прятался за ней, ничего не решил. Когда я уехал отсюда, то есть я приехал с, скажем так, с твердого глянца все оставаться. Тяги не было абсолютно, то есть у меня ни разу за все это время не проскочила мысль в плане того, чтобы употребить. Хотя даже были какие-то ситуации там неприятные, и все, то есть нет. Тяги нет, не то, что даже тяги нет, по-моему, вообще воспоминания наркотики позатяялись полностью. Получилось легко. Я думал, будет сложнее. Ну, может из-за того, что там я убеждался, что это легко, как бы не легче. Как бы все рекомендации, которые я здесь получил, я старался их придерживаться. Я понимал, что они выработаны годами, как бы, и их нарушать нельзя. Ну, мне было легко их соблюдать, потому что не было там какой-то зависимости, привычки к алкоголу. Ну, там, да, легкие наркотики, как маякона, там, для них не употреблял, что сам тогда перестал. То есть основные такие факторы срыва, да, на какой-то. Вернувшись, в принципе, после лечения, да, была у меня первая основная причина, проблема, скажем так, которая могла на меня повлиять, то, что, в принципе, со своей семьёй, со своей женой я вместе не остался, у нас был общий ребёнок. Но отношения всё равно изменились, то есть у нас чудесные отношения с моей бывшей женой. Она относится ко мне, как взрослому, состоявшемуся человеку, то есть она доверяет мне ребёнка, у неё нет никаких садлений. Хотя до этого отношения были плохие. Хоть мы и не остались вместе, как бы, всё равно не повлияло мне дальше строить свою жизнь, развиваться, там, как человека. И вторая проблема, которая... Ну, с этой проблемой было немного проще, потому что я уже, получается, почти два года жил трезвым. Вторая проблема, это когда ситуация строим, когда начались военные действия, ну, это тоже пришлось просто переезжать, переезжать в новый город и начинать всё заново, искать работу, искать житьё. То есть всё это было сложно. И был ряд трудностей, конечно, таких, что лови со сложностями найти работу, потому что это была привязка приёма, да? Потому что со сложностями найти жильё, потому что они хотели сдавать жильё. То есть пришлось, да? Ну, главное не сдаваться, как бы, идти, всё получится. Ну, да. Ну, ни разу за всё это время, как бы, я понял, что я начал, просто, не знаю, повзрослел, начал все проблемы не прятаться, как бы, да, есть проблемы в зависимости от сердца. Обычно есть проблемы, и он прячется за наркотик, он за алкоголь, за всё остальное. Он просто затирает, чтобы не думать об этой проблеме. А она остаётся, и вот она растёт, и растёт всё больше, больше, больше и больше. То здесь, когда ты живёшь здесь, вот здесь всё-таки, понимаешь, что если у тебя есть проблемы, её надо решать. То есть, ну, в любом случае нет проблем, которые невозможно решать. Я думаю, каждый с этим столкнулся, когда, будучи по возвращению, он будет знать, что он не употребляет, что он живёт правильно, да? Но у окружения, то есть родители, близкие, которые терпели, скажем так, пока он был употреблением человека, терпели его поступки, его поведение, его привычки, его поведение, вот это зависит от человека. Конечно, это для них не прошло просто так. В любом случае, каждый там из вас, кто получит помощь, приедет домой, он с этим столкнулся, то есть будет определённое ненаверие, будут сулиады, будут там непонятные вопросы, может, какие-то комментарии. Но тут нужно просто для себя выяснить. Я, ну, чтобы это не выпивало у вас там, эмоциональная кладка, да, чтобы там не психовать, не заводиться, не ругаться, я как-то, не знаю, для себя я сразу изначально подчеркну, ну, я думаю, каждому будет легко, когда он просто будет трезвожить, он поймёт, что все те поступки, что он совершил, да, он поймёт, что это было неправильно, настолько это сильно было неправильно. И тогда он сможет сопоставить это с тем, что, почему, по возвращению, даже когда он трезвый, всё-таки есть какая-то доля сомнений. И я для себя подчеркнул так, что после моих, скажем так, всех этих поступков, они имеют это полное право, и я ни капельки на это не обижался, то есть меня это не задевало. Пожалуйста, если есть вопрос задавайте, я отвечу, что там есть какое-то сомнение. Уйдёт враньё, уйдёт всё, будет просто. Если раньше приходилось врать, и это сразу, да, у меня было видно, там приходилось расширяться, это, ну, там, выкручиваться, это вот всё, поведение зависимого человека. Здесь, когда тебе не приходится врать, ну, управление, подшивался на два года, первый раз, ну, потому что больше, ну, как-то организм был ещё, я полностью восстановлю после употребления. Через два года я приехал на переподшивку, четырнадцать-то, получается, как раз, когда ты был военем, если, вот, переподшиваться, я скажу, я приехал, у меня ни разу за эти два года не было никакой мысли, да, я, наверное, приехал, переподшивался, только в журналист. Осталась единственная привычка, да, она там, любая плохая, там, привычка, это пьёт по здоровью, финансовый фактор и всё остальное, да, даже если по сигаретам я смотрю, финансовый фактор, пусть это не те деньги, которые человек тратит на наркотики, ну, грубо говоря, просто само здоровье, как бы, ну, уже пора, пора избавляться от сигаретных привычек, очень хочется, я бы, как бы, сигареты хочется бросить, а вот я знаю, что у меня самому немножко не хватает, если мне бросить наркотики реально, попрощаться с ними тоже реально, вот отчёт, ну, самое главное, где, то есть, понимаете, у меня утром большой, да, вот, обращение, ну, лежу здесь, здесь, здесь это сделать реально абсолютно, абсолютно реально начать заново жить, заново строить семью, даже если по каким-то причинам, там, у человека её не было, либо он произошёлся там, вот, то есть, заново жить, начать правильно, как нормальный человек, вернуться в нормальную жизнь, там, где к тебе будут нормально относиться, друзья, родились, семьи, то есть, то, что, да, как говорится, измазаться легко, отмыться сложно, всё реально, реально проходит время, когда ты живёшь как нормальный человек, всё возвращается на своё место, реально получить какие-то, там, успешные дела, сделать, там, какой-то свой бизнес, сдаваться, добиться каких-то своих целей, всё это реально и достаточно легко, главное, я просто захотел. Если вы точно решили, да, вот, если есть твёрдое желание у каждого из вас, если вы можете бросить наркотик, здесь вы с ним вовращаетесь однозначно. Для родителей, скажу так, ну, я от себя скажу, и, скажем так, ну, как бы правильно сформулировать, я скажу за себя, как было у меня. Я хотел бросить давно, до того, как обратился сюда за помощью, да, и было много раз, когда обращался из-за незнания, неопытности, да, ну, не тогда, когда нужно было, не там, где реально помогать. И смотря на своих родителей, когда было первое вращение чуть-чуть неправильно, второе вращение, да, там, пусть это была просто какая-то треника, либо ещё что-то, и это были небольшие промежутки, и я возвращался опять за истинность, да. Я после каждого такого падения, после каждого такого рецидива, как бы видел, что родители потихоньку начинают, ну, как знаете, надежда пропадать в их глазах, они уже начинают расстраиваться, там, где-то больше, но иногда, как бы, у неё показалось, что я видел в их глазах, что они уже расстраиваются из-за того, что думают, что это не излечит, я вам родителям скажу, не сомневайтесь, тут ваши детей вернут нормальные, молодцы, они врезают.